Краевой фестиваль по программе Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО стартовал во Владивостоке. На последних в этом году сдачах нормативов попробовать себя решили спортивные федерации Приморья. Воспитанники краевых школ КУДО, плавания, легкой атлетики и других видов спорта выясняли свою готовность к труду и обороне в 4-й и 5-й возрастных ступенях. Начали мероприятия по традиции с награждения уже, так сказать, отстрелявшихся участников. Ну, я думаю, это того стоило, все мои старания, все эти силы вложенные в это. То есть золотой знак, как гордость уже буду носить. Выступала только для, именно только для золотого значка. Стремилась его получить. Получилось. Увидел то, что есть первая ступень и захотелось мне сдать. И вот я получил первый свой значок. Этот краевой фестиваль последний в этом году. Поэтому представители Всероссийского движения ГТО смогли подвести промежуточные итоги по работе комплекса в крае. С начала 2016 года и до сих пор испытания готов к труду и обороне могли выполнять лишь граждане с первой по шестую ступень. Это категория учащиеся в возрасте от 6 до 29 лет. Молодежь результатами порадовала. За первое полугодие около 2000 человек учащихся, студентов принимали участие в выполнении нормативов ГТО. Из них около 1000 выполнили на бронзовые, серебряные, золотые. И уже сегодня 236 человек получили золотые знаки отличия. Остальные категории населения, то есть взрослые от 29 лет и старше, смогут сдать нормативы уже со следующего года. Этого всеобщего старта с нетерпением ждут и многие именитые спортсмены, такие как, например, Андрей Черных. На удивление, будучи послом ГТО в Приморском крае, опытный кудоист все еще остается без самого значка. Я очень тоже хочу получить золотой знак. Я считаю, что это очень почетно, престижно. И мне самому хочется. Вот вручая сегодня знаки ГТО, я немного завидовал, конечно, ребятам. Они молодцы, выполнили, но мне также хочется получить свой золотой знак. Стоит отметить, что за 2016 год в Приморье было открыто 17 муниципальных и один региональный центр. Все задуманное по внедрению комплекса было выполнено на 100%. В планах на следующий год попытаться совладать с потоком участников уже всех возрастных категорий и организовать новые центры для сдачи нормативов. Максим Яковлев, Андрей Макаров. Новости спорта на 8. Новости спорта на 8.